Сняли полы и разобрали зрительный зал. В драматическом театре имени Пушкина начался долгожданный ремонт. Помещение актеры и персонал освободили в мае. А сегодня в здании полным ходом идут работы. За ними наблюдала и Мария Клименко. В зрительном зале на сцене в фойе и гримерках пустота. Нет даже мебели. Исчезли диваны, старые кресла и кулисы, а полы частично вскрыты. Так рабочие подбираются к старым коммуникациям драмтеатра. В ходе капитального ремонта их заменят в первую очередь. Пока это идут демонтажные работы. Все, что связано с демонтажом сетей, электропроводка, водоснабжение, отопление. Финансирует область, финансирует город и помогает комбинат. Капитального обновления театр не видел с 67-го года. Последний косметический ремонт здесь проходил еще в 80-х. Разговоры о реконструкции шли давно, ведь устарело буквально все. Из-за этого даже приходится корректировать план работ. Здание старое, требования новые. Пытаемся все вместе совместить. И сети новые, и поменялись много норм, правил для прокладки сетей, коммуникаций. Сейчас мы осуществляем все вместе, в скопе с подрядчиками. Теперь, говорит начальство, от прежнего театра останутся только стены. Остальное преобразится до неузнаваемости и даже обретет новые функции. В частности, благодаря выбранному стилю – лофт. Так на средней сцене сделают выдвижные стулья, а фойе третьего этажа приспособят под конференц-зал. Особенно сложные работы предстоят с главной сценой. В подрядной кампании отмечают материал, никому неизведанный, сложный. А потому для решения этой задачи пригласили московских специалистов. Сцена будет меняться полностью, технологическое оборудование, механическое оборудование сцены, звуковое, световое, режиссерский пульт, технологическое телевидение, видеопроекция, одежда сцены. Новые делочные материалы, новое оборудование, я думаю, что ощутимо будет сильно, потому что фактически это все новое. То есть конструктив остается, а все остальное, начинка вся меняется на современное, функциональное, технологическое. Сроки достаточно сжатые. На ремонт дается всего год. А потому скоро бригады перейдут с 8-часового на 12-часовой рабочий день. К осени планируют пустить отопление. Параллельно обновят и фасад здания. По графику новая драма должна распахнуть свои двери для зрителей осенью 2020 года.